Ну хорошо, мы остановились на понятии «множество». Множество – это когда форма сознаёт себя причиной. Быть причиной или, что то же самое, осознавать себя причиной – это воспроизводить себя в качестве причины. Поскольку форма сознаёт себя причиной в содержании, а теперь можно говорить уже в предмете, потому что содержание приняло вид конечных определённостей. Поскольку форма сознаёт себя причиной предмета, и сознаёт себя формой предмета, то мы это назвали указывать. Таким образом, или вот. Таким образом, формой является не вот, мы говорили, а вот-вот. Только в ситуации вот-вот форма является формой. Или форма является причиной. Только в ситуации вот-вот. Я в прошлый раз, когда мы собирались, сделал ошибку страшную. Я сказал, что множество, вот это вот-вот – это и есть множество. Это форма, когда быть причиной, значит, воспроизводить себя в качестве причины. Значит, причина существует как вот-вот. Это даёт нам понятие множество. Но я сказал, что множество предполагает иное. То есть вот другое вот, ещё другое вот и так далее. Так было. Что предполагает отношение нечто и иное. А это не так. Это не так. Нечто иное, иное, другое в понятии множество не заключено. Множество, как мы потом, когда мы выясняем, когда мы рефлексируем ситуацию множества, мы говорили, что множество с одной стороны является возвращением к тому же, а с другой стороны – переход к иному. Поэтому множество, достигаемое воспроизведение, вообще воспроизведение заключает в себе с одной стороны возвращение к тому же, а с другой – переход к иному. Поэтому множество может быть достигнуто, то есть имеет в себе одну сторону, которая предполагает, что множество – не переход к иному, а воспроизведение того же самого. И всё равно получается множество. Воспроизведение, ещё раз, заключает в себе возвращение к тому же и переход к иному. Поэтому нельзя говорить, что множество – это иное. Множество – это не то же самое и не иное. Я пытаюсь вдуматься в понятие множества, оно оказывается каким-то, в самом деле, непростым. Множество – это и возвращение, с одной стороны, к тому же самому, то есть никак не иное, и всё равно множество. И переход к иному – это тоже множество. Само же множество – это не возвращение к тому же и не переход к иному, а множество. Мы не можем ничего сказать. Я так внутри себя удивлялся, почему как так получается, что мы не можем ничего сказать, кроме слова «множество». Теперь я вроде бы понимаю, почему так. Потому что множество вовсе не предполагает переход к иному. Вот математическое множество, например, множество точек. Оно же включает в себе иное. Уже точка – это, вообще говоря, место пространства. Множество точек – это множество точек, находящихся в разных местах. Следовательно, понятие «множество» в математике предполагает различие. Одно, другое, еще другое. А в нашем случае множество не предполагает различие. Возникает ситуация, такая вот ситуация. Множество не то же самое, что различие. Оно просто множество. Хотя, казалось бы, множество безразличия невозможно, но вот возможно. Значит, во множестве, то есть в ситуации, когда форма воспроизводит себя в качестве формы, есть два момента, которые мы уже выясняли. Это возвращение к тому же, к одному, один с одной стороны, и переход к иному. Это два равноправных момента, которые заключаются во множестве, то есть в воспроизведении. Такие, если иного нет, как может к нему быть переход? Как сторона множества. А само множество имеет две стороны, как я говорю. И возвращение к тому же, либо переход к иному. Но это стороны множества, а само множество просто множество. Мы как движемся? Мы вначале имеем ситуацию самостоятельного опыта, так называемого. Вот, вот, вот. Есть только множество. Мы можем созерцать, созерцать, как бы осознавать просто множество, не отделяя его на аспекты. Это целостно-самостоятельный опыт. Множество. Вот, 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 и все. Самостоятельный опыт, о котором можно сказать только множество. И ничего больше не сказать. А потом, имея этот самостоятельный опыт, мы уже рефлектируем, подчиняем в нем сторону. Одна сторона – это возвращение к тому же, другая сторона – переход к иному. Потом мы пытаемся взять каждый из этих аспектов в качестве самостоятельного опыта. Если говорить о возвращении к тому же, то это не может быть самостоятельным опытом. Как мы говорили. Возвращение к тому же не может быть самостоятельным опытом. Потому что эти воты оказываются безотносительными друг к другу. А вот, взятая безотносительно, не является формой. А второй аспект, который мы выделяем во множестве, а именно переход к иному, может быть самостоятельным опытом. и становится самостоятельным опытом. Аспект сторона становится самостоятельным опытом. Такой вообще метод нашего движения. Аспект сторона, выделенный в предыдущем шаге, становится новым шагом. И тогда мы мыслим иное. Тогда появляется иное. Мысль-переход собственно и значит мыслить иное. Потому что если мы возьмем первую сторону множества, возвращение к тому же, то тут нет перехода. Вроде как тут нет перехода. Воспроизведение в смысле возвращения к тому же не предполагает мышление перехода. Можно сказать, что переход к тому же самому? Но это будет, наверное, игра словом. Если к тому же самому, то это не переход. Поэтому, когда мы говорим, что мы мыслим иное, когда мы говорим, что мы мыслим переход, то это, в общем, одно и то же. Мыслить переход, значит мыслить иное. Но если иное ничем не отличается от нечто, если переход к чему-то действительно иному, которое по содержанию не отличается от нечто, то иное будет следующее. Следующее определяется нами так. Иное точно такое же и будет следующее. Если иное ничем не отличается от нечто, то иное будет следующее. У него нет другого определения, как следующее. И это уже самостоятельный опыт. Знаешь, какой был предыдущий самостоятельный опыт? Это был опыт множества. Вот-вот. Еще раз, форма является формой или причиной, не только в ситуации вот-вот. Мыслив вот-вот, мы мыслим форму как форму или что-то же самое форму как причину. Следующий самостоятельный опыт заключается в том, что вот-вот. После мышления вот-вот мы мыслим переход к следующему вот-вот. Мышление перехода задает им отношение к следующему и предыдущему. Мышление перехода задает нам отношение к следующему и предыдущему. Еще раз, потому именно, что иное по содержанию не отличается от нечто. поэтому возникает в ситуации нечто и иное, где иное не отлично от нечто, но к нему совершается переход. Поэтому иное, не что иное, как следующее. отношение следующего и предыдущего это как бы экспликация, раскрытие смысла множества. Множество это вот-вот, а следующий шаг вот предыдущий, вот последующий. А вот не отличности, она зачем нужна? Зачем нужна? Мы же не можем сравнивать эти два вота. У нас же нет такой возможности. Просто у нас за одним вот идет другой вот, уж оно такое же, оно или другое, нам неизвестно. Как это? Причем, если это как бы, что они одинаковые, откуда возникает такое желание сравнивать? просто следующее вот, оно просто по факту следование является следующим. Такое уж оно или другое. Как-то здесь как бы, мне кажется, есть некого рода избыток в смысле сравнения, что точно такое же оно, наверное, точно такое же, но мне кажется, мы сработать не сможем никому. Для сравнения, наверное, надо представить эти вот одновременно как-то оно потом в смысле не следующее, что то вот ушло, оно было предыдущее, а это вот пришло, оно за ним. Ну, я просто хотел сказать, что никакого другого отношения между нечто иным нет, кроме как предыдущие и последствия. Просто к определенности вот мы здесь ничего сказать не можем. Просто они какие-то вот одинаковые, разные, неизвестные. Нет, с другой стороны, мы их не сравниваем, конечно, но мы понимаем, что они идентичны в некотором смысле, потому что ведь все это с чего началось? С того, что форма сознает и удерживает себя причины тем способом, что воспроизводит полагание вот. именно из-за того, что происходит воспроизведение. Именно вот из-за вот этого характера, с чего все началось, это множество, мы понимаем, что все эти воды, они в некотором смысле одинаковые. То есть им нечем отличаться друг от дружи. Но мы же тем не менее говорим, что переход к новым. Значит, отличия есть? Ну, это возникает из попытки осмыслить, каким образом мы можем именно воспроизводить. Не повторять тупо вот-вот-вот-вот-вот, да, а именно воспроизводить. Все вытекает из этого. Для того, чтобы нам удержать воспроизведение в качестве воспроизведения, нам нужно минимальное отличие одного от другого. Но при этом, грубо говоря, размерами они не должны отличаться. Нет, может быть, это же не само животное определенное, что то, на что оно указывает. Вот, как бы указывая на что-то. То есть, вот это одно или нечто, которое указано, оно может быть разным. Это даже не существенно. Существенно, что оно на него указывается. Нет, ну, полагается, вот. То есть, важен уже не предмет, а некий, некий вот. Вот же, эта форма, как эта форма указываемая. Ну, это форма указывания и одновременно эта форма предмета. Первый раз. Возникающая форма предмета. Ну, в широком смысле слова. и поэтому предмет, на самом деле, может быть, совершенно разную определенность иметь. Неожиданно. То есть, с чего бы ему убрать, как взяться разные определенности. Все, что есть, это то, что положено. Форма. Положено вот. Потом форма научится как бы отвечать. одно вот от другого и появляется форма следующей. Я понимаю, что довольно скудное отличие, да, но так уж. Когда мы мыслим переход, мы тем самым как бы рефлектируем, воспроизведение. на этапе множества есть просто воспроизведение. А здесь воспроизведение принимает вид перехода. Но при этом мыслить переход, переход к следующему. предыдущему. При этом мыслить переход и мыслить следующие одно и то же, потому что переход и есть построение следующего. мышление и мышление перехода это одно и то же. Переход к следующему и само следующее не различены. когда мы берем новое движение, еще одно следующее. Именно потому, что переход к следующему и следующему одно и то же, то новое следующее будет следующим следующим. следующим следующего, то есть сохраняется отношение предыдущего и следующего и новое следующее будет уже следующим следующего. и возникает любопытная ситуация. То есть мы все-таки сохраняем в результате порядковый счет. Если есть следующие следующего, то сохраняется порядковый счет. но в основе порядкового счета, вообще в основе счета, лежит множество. Это важно понять. Это мы ясно не проговорили последний раз. Хотя это почти прозвучало. В основе счета, в частности, в основе порядкового счета лежит множество. вот-вот. Порядковый счет, это конкретизация и экспликация множества. Не так, как думают. А думают, как мы с вами выяснили в прошлый раз. Думают так, дается единица и дается формула n плюс 1. Есть единица и есть n плюс 1. переход от n к n плюс 1. Переход от n к n плюс 1. То есть дается единица и потом общее правило перехода от n к n к n к n к n у нас же получается, что в основе счета лежит не единица и форма. В основе счета лежит множество. И счет это упорядочивание множества, которое предшествует счету. Есть сначала множество вот-вот, а затем есть ее развитие. И вот-вот, а предыдущее и последующее. потому что мышцы переход. Это как бы античные традиции же противоречит. Вроде античные традиции всякое множество иллюзоров. Что это как-то есть одно, а множество это как бы там нечто не просто есть, а некий синтез бытия и небытия. Какой-то такой. по-моему, античная традиция не рассматривает время вообще. Потому что порядковый счет это время. это одно и то же порядковый счет это время. Античная традиция не знает анализа времени насколько мне представляется. Никогда не встречал понятия времени античная традиция. Поток конечно есть. Но вот сам термин время отсутствует потому что в потоке но это я не знаю. У Платона да там поэтический образ скорее а у Аристотеля время есть мера движения. Можно ли какое-то имеет отношение к порядковому счету? Не знаю. Видите время мера. то есть мера это значит количество. А у нас совсем не так. Порядковый счет это в самом деле интересно мне пришло в голову порядковый счет не предполагает количество все знают. Порядковый счет предполагает предыдущее и последующее но без большего и меньшего. Вот эта вот ситуация следующая и следующая следующего оно не заключает в себе количества. Следующее следующего это не больше чем следующее. Это страшно интересно на мой взгляд. То есть мы получаем время не как меру. Еще раз следующее следующего не больше нежели следующего. поэтому время это уже есть и предыдущее и последующее. Но понимание времени не предполагает что прошло больше времени или меньше времени. То есть это чистое время. То есть нам вроде как удается выделить действительно чистое время. а что значит чистое это значит что нет большего времени и меньшего времени. р плюс один предполагает что время это раз плюс один значит больше. а а сама ситуация предыдущая последующая и последующая последующего дает нам понятие времени без количества не больше не меньше времени протекло время течет и только на следующем шаге на шаге количественного счета мы получаем уже что время не просто течет а время увеличивает но это на уровне количественного счета пока этого нет мы спокойно сидим на следующем предыдущем и на следующем следующего и третье не больше второго а следующее за вторым и никакой меры просто течет опять же гераклит сюда привлекать может быть тоже сомнительно потому что все течет все меняется у нас как бы течет ну не знаю гераклит производит впечатление человека говорящего все-таки о предмете то есть меняется как бы день меняет ночь по крайней мере на меня всегда гераклит такое впечатление производила платона тоже надумка 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 Но вот еще раз, предыдущее, следующее, следующее, следующее дает нам очень интересный феномен, который никогда и нигде не встречался. Время имеет направление, ну как все знают, пространство оно обратимо, а время нет. Время имеет направление, оно течет, но при этом оно не имеет количества. Время не бывает, больше имеешь. Мы имеем ситуацию протекания, течения. Течет и все, больше сказать нечего. Порядковые счеты, еще раз, это и есть время. Это не математика. Это не математика. Порядковые счеты, это форма времени, да? Или как уж говорить. Время это получается некая форма. Время же это не предмет, это некая форма, да? Которую мы усматриваем как порядка еще. Да нет, вроде мы говорим о предмете. Предыдущий предмет, следующий предмет. Они иначе не различаются, как предыдущий и следующий, но это различие предметов, которые достигаются путем воспроизведения формы себя. Форма себя воспроизводит как форма. Кстати, предмет получает сначала определение многого, а затем определение течения, предыдущие и последующие. Сначала многое, вот-вот, а потом конкретизация и развитие многого. Не, ну просто, а что такое время-то? Это форма предмета. Просто надо же понять, как бы у нас кроме предмета и формы-то ничего нет. Что такое время-то? Форма предмета. Или некая форма, которая существует, изначальная форма. Способ бытия формы. То есть некая форма предмета. Форма предмета является воспроизведение формы себя. Мы сказали, значит, что быть формой или быть причиной предмета значит воспроизводить себя в качестве формы, воспроизводить себя в качестве причины. Воспроизведение имеет момент возвращения к тому же и перехода к иному. Мы отбрасываем момент возвращения к тому же, ибо он самостоятельно не мыслил. Мы мыслим только как сторона. К самостоятельному опыту он не подходит. И мы после этого мыслим вторую сторону. Переход к иному. Форма сознает себя как переход к иному. То есть время, вся ситуация в целом. Время сознает себя как переход от вот к вот. И тогда предмет получает вид, наверное, так надо сказать. Время, форма сознает себя как переход от вот к вот. И тогда предмет получает значение нечто и иное. А поскольку иное ничем не отличается, вот нечто. То есть одно не белое и черное. То оно следующее. Нечто иное ведь это тоже не белое и черное. Когда Гилл говорит о нечто ином, то он имеет в виду просто нечто иное. То есть мы не знаем в чем различие, но знаем, что есть различие. Нет, просто вопрос не праздный, потому что, ну вот недаром Аристотель, как говорит Игорь, что время это только мера движения. То есть самого времени как бы нет. То есть и здесь оно же не предметно, неправильно время. И у Канта оно не предметно. То есть время это некая форма. А у нас это что, это как бы ситуация в целом? Просто если есть как бы разделение развлечения формы и предмет, то надо указать, что такое время. Либо форма, либо предмет. Либо вся ситуация в целом. Таких, как мне кажется, никаких других вариантов-то нет. Вроде как время не должно быть предметным. Вроде как это слишком было бы, если бы время было предметным. Игорь, стоит ли время непредметно. С другой стороны, сказать, что время есть форма, как Кант, тогда получилось бы, да, что это какая-то, как? Априорная форма? Значит, ситуация в целом, так? В ситуации в целом есть не что иное, как время. Или проживание времени. Как-то надо правильно говорить. Просто нельзя говорить, как говорят физики, что время начинает иметь направление. То есть как будто время – это какая-то сущность какая-то, сущая, которая вот рядом с предметом существует. Это физики могут так говорить, что время там имеет направление и прочее. Это же не сущность какая-то, которая существует. Или это несущая же. Это непонятно что. Это не предмет. Еще раз. Значит, форма воспроизводит тебя как форму. Предмет, в результате, получает вид конечных определенностей. Форма воспроизводит себя как форму. И тем самым сознает себя формой. Сознает тем способом, что воспроизводит себя как форму. Предмет в результате для такой формы предстает как конечный предмет. Значит, форма о себе знает, что она воспроизводит себя. А предмет знает, что он конечный. Затем форма о себе знает, что она совершает переход от одного произведения к другому произведению себя. Связывает одно действие вот с другим действием вот. А предмет получает значение иного. Иного в смысле следующего. Форма знает о себе только то, что она воспроизводит себя. А потом знает о себе то, что она воспроизводит себя, переходя от одного произведения к другому произведению. А предмет получает, ну, я немножко чуть-чуть не уверен в том, что говорю, но предмет получает тогда смысл предыдущего-последующего. А может быть, и форма получает действие укаживания. Как отличить действие укаживания от того, на что указано? Форма сознает эти конечные определенности, как предшествующие и последующие. Есть конечные определенности, заданные формы. Форма сознает эти определенности, как предыдущие и последующие. Но и свое действие она тоже сознает, как предыдущие и последующие. Давайте так. Форма сначала сознает свои действия, как предыдущие и последующие. А вследствие этого осознает и те конечные определенности, которые формой порождаются, как предыдущие и последующие. А вообще, Влад, интересно, существует математическая литература какая-то, которую можно было бы поднять и посмотреть, как поделяется все-таки щетка, множество? Существует. Я не сомневаюсь, что все. Ну, это, в общем-то, первичное определение. Ну, вот интересно, посмотрите, как именно они определяются и соотнести. Так как интуитивно понятно, как определять? Действительно, единица и n плюс один. Ну, так и определяется, по-моему, это называется, по-моему, определение пиан, что называется. Так что, вводится единица, а потом вводится правило перехода n элемента к n первому. Ну, можем уточнить это и посмотреть. Посмотрю, какая-то литература там. Потому что мне очень понятно, как формула n плюс один, как в нее укладывается порядковый счет. Все знают, что порядковый счет есть, но... Ну, там определяется натуральный ряд. А порядковый счет – это, как бы, движение по натуральному ряду. То есть строится натуральный ряд, и говорится, что счет – это есть не что иное, как вот движение по этому натуральному ряду. Но правило движения n плюс один, но это не дает нам, по-моему, не дает нам порядкового счета, сразу количества n плюс один. Ну, в общем-то, по-моему, n плюс один в смысле элементов, то есть есть нумерация элементов, хотя нумерация элементов, конечно, подразумевает, что уже есть некий счет, да? Если элементы паранумерованные. Ну, вот, наверное, да. По-крайней мне совсем непонятно, как это так можно задавать через n плюс один. Это сразу количественный счет. Два больше, чем один. На единицу. Надо посмотреть, может, какие-то другие боли есть, такие, изощренные способы. Да, вот вдруг шутки есть, потому что более топорно как-то получается. Ну, математикам это достаточно этого? Ну, что достаточно, они не различают порядковый количественный счет, что ли? Причают. Как? Если им плюс один. Я не понимаю. Порядковый счет сюда не попадает, но если попадает, то как бы все равно одна формула. Да, не попадает, вроде бы. Количество уже это больше и меньше. Ну, согласен, что если плюс один не стоит, то, в общем-то, да, можно уже определить больше и меньше. Посмотрите, если не долго, потому что я без помощи. Хорошо, пошла. Я у гусоля посмотрел, понятно, все время. Тоже, вообще-то, ваша работа. Нам надо как-то переструктурировать наше занятие. Ведите на себя вот эти вот части. Посмотрите, коротенькое сообщение. Надо делать домашнее задание. Кто что говорил про время. Вот я взял гусоля и посмотрел, как он определяет время. Через простые ассоциации, так называемые. Это может как-то так, как будто чему-то помочь. Гусоля вообще, время это воображение, так забавно. То есть есть, скажем, мелодия, одна нота, другая нота. И одно из двух. Либо они звучат независимо друг от друга. Никак не связано. Звучала, прозвучала одна нота, потом прозвучала другая нота. Тогда последовательности нет. Но это никак не связано. Что будет? Сначала один звук, потом другой звук. Не потом даже, сначала и потом, а просто они разные. А если они одновременно, то получается аккорд. Если один первый еще звучит, а второй уже звучит, то получается аккорд. И поэтому, на самом деле, физически есть именно вот эта ситуация. Независимость. И только наше воображение, больше, лучше ничего не говорить. Он присоединяется. Больше, лучше ничего не говорить. Он говорит, что наше воображение выстраивает это во время. А физически, если говорить о раздражителях, то вот один звук, потом зависим от другого, потом третий звук. Никакого. Если бы не наше воображение, то ничего не получилось. Независимость. То есть наше субъективное построение. Не, ну если субъективно считать, что она существует на стороне формы, то получается, что время – это некоторый способ упорядочивания предметов. То есть у гусерля, как и у Канта, как бы время – некая форма. Ну, может быть, да, может, что-то похоже на Канта, а может быть, и нет. Я еще немножко прочитал. Ну, хорошо. Значит, посмотрите математику вам, а вам, Игорь, может быть, про время. Где у кого что? Ну, окей, да. Видишь, что как-то есть. Ну, вот это следующее следующего – это вот важное обстоятельство, которое дает нам и порядковый счет, и время, причем чистое время. Просто течение времени. Без количества, без больше-меньше. Это неожиданно. А все это вытекает именно из следующего, следующего. То есть три, не два, а три. В Аристотехе все-таки два. Наименьшее число – два. Говорит Аристотех. Это правда, потому что есть отношение следующего и предыдущего, и это отношение к следующему и предыдущему является как бы единицей. Но, строго говоря, единицей все-таки является три. Следующее – следующая. Следующая – предыдущая, и следующая – следующая. Не, может быть, следующий и предыдущая – это единица, а следующий и следующий – это тот самый переход от n к n плюс 1. Что такое следующий и следующий? Это и есть переход от n к n плюс 1. Я понимаю, что там количество. Я имею в виду, чтобы объяснить, как определяет натуральный ряд, то есть порядковый счет определяется. То есть у нас нам просто определяется как следующий, следующий. И нам не нужно прибегать к формуле n плюс 1. То есть нам надо задать единицу и следующий, следующий. Нет, единица нам не нужна. Потому что... То есть это просто тогда не натуральный ряд, а просто порядковый счет, который не имеет начала и конца. Да. Потому что в основе счета лежит множество. Вот это важно. Вот это да. Я, кстати, так начинаю думать, что может это плохо сочетается с теорией арифметики, потому что я так смотрю-то припоминаю, что все-таки в основе и порядкового, и количественного счета лежит натуральный ряд. То есть это уже все-таки... Это никакое не множество. Не, ну натуральный ряд – это множество, конечно, но нечто такое. Но потом он называется, что натуральный. То есть это как бы нечто как будто бы новорожденное, да, которое мы знаем, как бы, и что не требует объяснения. Это в смысле его натуральности. Я что хочу сказать, да, что уже этот, по большому счету, ведь все-таки натуральный ряд, да, это продукт количественного счета. А потом, то есть сначала нам дается продукт количественного счета, а потом говорится, что по этому продукту мы можем ходить двумя разными способами. Способом порядкового счета и способом количественного счета. То есть это как бы и то, и другое, и не способы получения натурального ряда, а просто два разных способа прохождения по этому ряду. Но это я повторюсь, это у меня такие смутные воспоминания с математикой. Нет, просто натуральный ряд, он как бы заранее нам дан и известен. Для того, чтобы его знать, нам не нужно ничего. Но ввести его, воборот, чтобы с ним можно было работать, вот в чем сложно, как его вести. То есть мы, например, понимаем, что такое натуральный ряд. И мы, например, сейчас здесь, все здесь, понимаем, что такое время. А попробую его ввести в оборот, как его вести, как его определить. Это совершенно понятная вещь, но непонятно, что это такое в смысле определение. Так же и натуральный ряд. Всем он известен, считается, что изначально он не определяется через Н плюс один. Нет другого способа его определить, вести в оборот, другого способа нет. Единственный такой способ, он не очень удачный может быть, но тем не менее. А вообще, натуральный ряд – это начало математики. Он изначально как-то, мы его знаем, внутренне понимаем. Как и время. Мы что-то такое внутренне понимаем. Но как его определить – это проблема большая. И вот когда мы говорим, что следующий – следующий, допустим, да, это не натуральный ряд, конечно. Это просто некого рода порядковый счет. Без начала и конца. Это вот как попытка подойти, может быть, к обоснованию, что такое натуральный ряд. Просто я хотел сказать, что странно, что такая сложная штука, как натуральный ряд, берется в качестве данного. То есть, ну, это наверняка… Это нам кажется, что это сложно. А математики – это начало-начало, но, наоборот, самое простое. Что еще, может быть, проще сказать? И множество там тоже никак не определяется. Просто есть и все. Что нечто как бы называется множеством. И все, всем понятно. Как его определить? Ну, никак ничего. Некоторые вещи как бы самые очевидные. Можно ввести его в обороты. Мы построим много разных множеств. Но это даст ли это представление о том, что такое множество как таковое? Я боюсь, что это проблема языка, на самом деле. Проблема ввода в оборот, в речь. А не проблема самого предмета. Ну вот, а мы о чем говорим? Мы говорим о том, что множество предшествует счету. Множество лежит в основе счета. То есть, сначала мы получаем понятие множества, где нет одного и иного. Нет одного и иного, есть просто множество. Зачем мы вносим одно и иное? И это имеет вид предыдущего и последующего. То есть, это как бы определяет множество, делает их более конкретным, да? То есть, абстрактное как бы множество бывает. Ну да, множество и все. Да. А есть как более определенное множество? То есть, начиная с некоторого аморфного множества, да, оно становится более разработанным, более детальным. Оно даже, не скажу, что аморфное, оно просто множество. Ясно, что множество, вот-вот, это множество. Но не иное. А иное выступает в первом виде, как следующее. И порядковый счет, в общем-то, тут ни при чем, потому что речь идет о времени. И порядковый счет, ну как ни при чем, порядковый счет, это синоним времени. Второе следует за первым, и все. Третье следует за вторым, и все. Такой интересный феномен порядкового счета. Они даже, собственно, не числа в порядковом счете, потому что числа, действительно, это больше-меньше. Здесь два, в каком смысле число? В том смысле, что оно после вторного, а три после второго. То есть, на вороках и число, потому что, как иначе выразить, следующее, следующее чего? Два и три. Нет, но у нас же есть, у нас же в языке отличаются два и три, и первый, и второй. Количественные счислительные и порядковые счислительные. В языке же тоже различены. Есть первый, второй, третий, да? А есть один, два, три. То есть, в языке это различие тоже имеется. И эти числа как бы разные. Третий, да? Третий, да. Третий, да. То есть, это значит, что это очень много. насчет натурального ряда я не знаю потому что можно ли тоже так сказать что в основе натурального ряда лежит множество то есть сначала мы получаем множество в котором нет иного зачем получаем натуральный ряд я не знаю может натуральный ряд и количественный счет на самом деле одно и то же потому что в количественном счете есть понятно что такое 1 и 2 1 до 2 пошли а что еще натуральный ряд предполагает либо нет натурального это же входит количество или нет или только последовательный смысл натурального ряда самое главное что все что подобно этому ряду является счетом всего можно посчитать и там доказывается не так что к 1 1 плюс 1 там равно 2 и так далее там доказывается так что ставится соответствие каждому элементу счетного ряда указывает соответствующий элемент другого ряда если эту соответствие можно установить значит этот ряд ряды подобные я не очень-то понимаю ну вот например есть как бы реакция это рациональность числа дата то есть дробь он его можно каждому другому числу установить соответствие число натурального ряда и все эти рациональные числа посчитать и получается что рациональные числа на самом деле счетны что количество элементов у рациональных чисел и количество элементов у натурального ряда одно и то же хотя казалось бы чем как бы так с внешней стороны кажется что дробить и больше дачи целых чисел тем не менее они равномочные берега одинаково это все за счет бесконечности да то что контролирует бесконечно если каждому элементу рационального ряда можно установить соответствует они равномочные то есть иначе говорят чтобы как бы что-то уподобить натуральному ряду не требуется никаких больше меньше достаточно установить соответствие каждого элемента этого ряда элемента другого ряда и все если нами следуем и ряд как полностью пересчитывается дает натуральный они они как бы равномочные называется счетным множество называется счет это определение счетного множества множество подобное натурального ряда называется счет то есть то которую можно посчитать а вот здесь еще непрерывная то есть ну как бы множество действительных чисел там оно нечетно его посчитать невозможно то есть там не удастся так перечитать и вот то которое там теперь и считать невозможно то нас как раз и больше похоже на количество на что-то количественное то есть условно говоря количество невозможно пересчитать вот как пара чем речь идет есть такие количества которые не пересчитываем то есть количество больше чем черный длин допустим от разных длин их пересчитать невозможно потому что их больше чем счетный ряд больше в том смысле что невозможно каждой длине установить какой-то элемент ряда то есть пересчитать их нельзя и не в том смысле что много разных длин но взять просто маленький отрезок от нуля до единицы и все возможные длины которые на этом отрезке можно установить они больше по мощности чем счетная то есть их пересчитать все эти длинных всевозможные внутри невозможно то есть количество это нечто фундаментальные но чем это чем счетность дело только усложняется и усложняется хотя с помощью количества естественно поскольку количество более фундаментальные вещей на счетность естественно счетность изобразить с помощью количества прочего но это очевидно таки вещи ну что через неделю с домашкой через неделю с домашним заданием давайте хорошо то есть у нас два времени еще раз время чистое количественный счет порядковый счет без больше и меньше следующий шаг уже количественный счет мы не сделали этого шага на принципе обязательно это сделать это уже то же самое время но с добавлением того что она больше как отрезки времени же нельзя будет посчитать может быть верим все таки из-за разряда действительных вещей ну то есть когда действительный чисел мы время сейчас посчитали раз-два-три посчитаю а можно ли его будет измерить этим полета счетом она же измеримость времени невозможно посчитать не так говорил это все но неизмеримо еще в счетных величин ну мы рассуждаем их рассуждаем если мы имеем множество конечных предметов потом даем определение раньше позже предыдущие последующие причем сам мы имеем последовательность поэтому получается так порядковый счет и время одно и то же не надо ставить вопрос как как измерить время порядку учет и время прятаться учет и и есть время время и есть порядка выше второе которое после первого это и есть время все без при при этом без больше меньше то есть на два времени и одно у всех одно время время на хронометр либо она вообще как бы течет и неопределим совсем либо она определима через хронометр у нас два времени это вот дорого то что выделяется время как простое течение без больше меньше вот это очень так тут конечно справедливости ради нечто подобное думал бергсон когда различал что есть время есть длительность но тут надо смотреть как он собственно понимал саму длительность потому что может быть он ее понимал как как поток и тогда это близко либо это все-таки длительность в какой-то какой-то мере измеримое какой-то мере количественное там присутствует и в этом смысле было как бы твои то замечания они как бы должны сильно заботить аристотеля который говорит что меры время есть меры движения вот там да и не очень понятно как как бы он решал все эти проблемы вот потому что честно говоря эти вопросы уже у него могли возникнуть потому как греки уже знали что бывают несоизмеримые отрезки то что они называли то есть вот эти не рация или иррациональные иррациональные числа да то есть их можно построить но перевести их какую-то численную форму не будет видеть дроби не поставить не до видеть дроби видеть дроби не получается никак вот и это конечно должно было быть для него парадоксом и какой-то проблемой